Привет, друзья! И сегодня мы поговорим о необычной колоде. А в чём её особенность? В том, что она у меня была сгенерирована автоматически, когда я делал стрим, на котором мне зрители давали какую-то одну карту, я брал её в колоду и вокруг этой карты просто автоматически генерировал колоду и шёл играть в ранге там несколько игр. И вот данная колода, наверное, мне больше всего понравилась из всех автоматических колод, которые у меня были сгенерированы, потому что она самая сбалансированная оказалась и самая интересная, и на ней я даже спокойно так выигрывал неплохо. Поэтому я и решил её взять на обзор. Это у нас, друзья, дискард, обычный как бы такой классический дискард с Модоком, с Дракулой, с Апокалипсисом и, друзья, с Коллекционером. Вот так вот, и с Коллекционером, потому что у нас есть Рои, которые при сбрасывании возвращаются в нашу руку в двойном размере и со стоимостью уже 0, что прокачивает нашего коллектора, поэтому он именно есть в этой колоде. У нас есть здесь Морбиус, очевидно, да, в каждый сброс колоди он нужен и получает плюс 2 ксили за каждую сброшенную карту. У нас есть, конечно же, наверное, одна из самых интересных и дешёвых карт под сброс, да, потому что мы не рандомим, а можем именно выбрать карту, которую мы хотим сбросить. Это Блейд. Ещё у нас есть ко всему Гамбит. Такой вот, это обычный Гамбит, не 2 и 0, на котором есть обзор, который на последнем ходу 8 карт соперника уничтожает. Это обычный Гамбит под сброс. Это у нас Лунный Рыцарь, который забрасывает карту с чётной стоимостью. А карта с чётной стоимостью у нас, друзья, Рой и Апокалипсис. Это 2 карты, которые мы хотим сбросить. Дракула тоже с чётной стоимостью. Если он есть в руке, мы, конечно же, не играем Лунного Рыцаря, потому что Дракулу мы ни в коем случае не хотим сбросить. Ну и Морбиуса мы сыграем, скорее всего, раньше, чем Лунного Рыцаря. Ну, в любом случае, тоже, если он у нас есть в руке, но то Рыцаря тогда не играем, потому что Дракула и Морбиуса — это карты, которые нам нужны, и их сбрасывать нельзя. По коллекционеру я сказал, да, с фармы возвращаются к нам в руку, коллекционер себе поднимает силу. Гамбит тоже типа что-то сбросим, и просто он убьёт какую-то карту со стола. Рыцарь тоже, понятно, сбрасывает нашу чётную карту, и мы хотим сбросить именно Апока либо с фарма. Стронгай постоянно плюс 6 к силе, если в вашей руке не более одной карты. А в нашей руке, скорее всего, будет не более одной карты, потому что у нас есть Модок, который у нас сбросит всю нашу руку, и его мы хотим играть в основном на последний ход. Вот. Мы его играем на последний ход, вся рука наша сбрасывается, Стронгай апается на плюс 6, потому что у нас в руке не более одной карты, у нас в руке только один Апокалипсис, друзья. Вот. Потому что он как бы возвращается в руку. Ну и да, и каждый раз, когда возвращается Апокалипсис, коллекционер ещё получает плюс к статам. Корвус Глэйв. Не мог я ему найти давно бы никакого применения, но в данной колоде игра мне его как бы закинула, и я его как бы оставил. Он сбрасывает две карты с нашей руки, и получаем плюс 1 к энергии. Но опять же, в руке должны быть какие-то карты не очень такие прям для нас ценные, потому что если там в руке у нас сидит тот же Дракула либо Модок, ну то я тогда Корвуса, конечно же, не играю, так как не хочу рисковать. Лайди Сив тоже скидывает карту самую дорогую, и мы всегда хотим скидывать ей Апокалипсиса. Дракула, понятно. Мастхэв карта, которая играет на очень много статов, при условии, что у нас был Апокалипсис, и мы его парочку раз смогли, так сказать, сбросить, и потом на шестом сыграли Модока, что позволит нам оставить только одного Апокалипсиса, которого 100% у нас заберёт себе Дракула. Вот, ну и Модок, понятно, мастхэв карта на последний шестой ход для финиша, и Апокалипсис у нас, друзья, карта под сугубо Дракулу. Вот такая вот история. Если вдруг Модок не зашёл на шестой, и нет Дракулы на столе, можно просто кинуть Апокалипсиса, будет на стол. Вот, ну и давайте, давайте сыграем три игры, посмотрим на данную колоду уже на практике. Есть Апок в руке, хорошо. Если что, то Ладиси взбрасывает нам Апока на третьем ходу. Гамбита тоже пока не кидаем. Хороший второй ход, пускай. Коллектор никогда у нас не лишний, то же самое, как и Морпиус. Добавляет её копию в руку противника. Слушайте, ну давайте скинем Апокалипсиса, и отдадим им Молодеси, пускай, всё равно он её, скорее всего, играть не будет. Зачем? Гамбита играть пока не стоит, потому что он может кинуть Дракулу нам, а Дракулу нам, Дракула нам нужен прям, мастхэв, потому что он сыграет у нас уже в данном моменте на 16, ну и плюс один на 17, уже сыграется 4. Поэтому мы его не трогаем. Нужен нам ещё Модок будет, да, скорее всего. Выходит Дракула, тогда на пятом мы сыграем 3 плюс 2, да, 3 плюс 2, окей. Дракула, давайте он будет в соло нам тащить какую-то локу, давайте сюда его кинем, хотя, не, давайте сюда, ладно, плевать. Хотя, если это перемещение, то он может много статов кинуть налево, давайте всё-таки в центр Дракулу. Всё-таки в центр давайте Дракулу. Хотя, блин, почему я вправо не сыграл, ё-моё. Хотя, не, ладно, плевать. Так, Спайдер Мэн, окей. Понятно, это перемещение. Пятый ход, пятый ход, нам надо играть. Кстати, тут можно и Гамбита сыграть, в принципе, потому что сыграть, то есть Морбиуса плюс Гамбита. Давайте ещё, да, Морбиуса сыграем. Тут сыграем Гамбита. Объясню, почему. Потому что нам и Апока, и Сфарм, и Роя надо скинуть. Надо скинуть. Если скинем Стронгая, то, в принципе, не критично. Потому что Модока нету, и, возможно, Стронгай и так не отыграет. Дракулу переместили, ладно, не суть. Давайте что-нибудь хорошее заберём. Ну, блин. Стронгай, Стронгай, это, конечно, плохо. Это, конечно, плохо. А, так смотрите, мы скинем тогда Корвусом Апока, и всё. И всё. И у нас тогда 16, и у нас тогда на 21, да, сыграет Дракула. Ну и хорошо. И кинем всё это, наверное, в центр дело. Кинем всё это дело в центр. С Фарма нет смысла скидывать. То есть, да, Дракула получит плюс 2, а так мы просто на 3 здесь сыграем. Хотя ещё Коллектор получит по плюс 2. Слушайте, давайте, может, скинем тоже, не будем в центр играть его. Потому что мы эту, скорее всего, заберём первую локу. Ну и плюс мы получим тогда плюс 3 ещё справа, да, за сфарма. Окей, оставляем. Вот Корвус и пригодился. Снапать не буду. Скорее всего, это Хеймагаль будет. Он всё переместит. А нет. А что это? Мод мне, модок ему не хватит. На DC в нашем. Ужасный соперник сыграл. Надо было его просто снапать. Просто хлам. За такую игру, на самом деле. А, блин, Дракула скинул сфарму. Блин, вот тут-то я и облажался. Ё-моё. Пожадничал. А ведь всё правильно делал изначально. Кидал сфарма просто в локу. И Дракула жрал аппока. Блин, как же я заруинил себе катку. Вот это, конечно, моя грубая ошибка, да? По факту я пожадничал просто вот этими пару статами на этой локе. Надо было просто сфарма забирать. Да-да-да-да-да. У нас же Дракула тогда 100% аппока бы съел. Ошибка. Ошибка, друзья. Вот видите, что как бы... Блогеры тоже ошибаются. Блогеры тоже люди. И я не хочу ничего скрывать. Типическая, обычная человеческая ошибка. Marvel Snap это игра, в которой на ошибках учатся. И она учит нас внимательности. Поэтому, кстати, я часть играю в неё, что игра действительно учит думать. Учит быть внимательным, а не просто там бегать и стрелять, да? Ну ладно. Так. Что по сопернику? Вся прошлая игра была 100% у нас победная. Просто так вышло. Так, после каждого хода все карты получают плюс 1. Окей. Есть Модок. Окей, в этой партии мы сыграем Модока, поэтому можно играть Стронгая. И можно Муннайта играть. Окей, это нормально, что Лока она забирает. Но мы и так кинем, скорее всего, Муннайта. Да, он скинет, получается, либо Апока, либо Сфарма. Это нормально. То, это у нас устраивает? Сфарма. Окей. А что мы ему, кстати, скинули? Я что-то не заметил. О, Скрулла, Скрулла, это неплохо. Хотя у нас нет особо карт на постоянке, только силач, ну ладно. Так, здесь нельзя разыгрывать карты. Окей, кинем его сюда. Как вариант, можем еще одного с фарма скинуть. Блэндом. Вот, чтобы у нас Морбиус прокачался еще. Нам нужен Дракула. Я прям хочу видеть Дракулу. Я прям хочу видеть Дракулу. Спасибо. Спасибо, я знал. Можем сейчас смело кидать Дракулу в центр. Дракулу в центр. И вот, а Модок на последнем ходу у нас все это как бы заберет, да? Ну, понятно, что мы с фармов еще должны выкинуть. Так, давайте так. Дракула сыграет не очень сильно, поэтому можно его подстраховать немного. И Модок тогда пойдет в эту локу на последний ход. Эти так все переместятся, поэтому нет смысла тут что-то придумывать. Давайте так. Хорошо было бы, чтобы влево у нас Стронгай улетел. Поэтому мне надо все тут с фармами забить. Я успею. Так, 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 так. Все, тогда Стронгай 100% улетает влево и Блэйд тоже. Все, нас это устраивает. Ну и Дракула у нас сыграет на 16. Да, на путь 16, на 17. Хорошо. Мы забираем левую локу, скорее всего. Ну и Центр мы тоже забираем. Тут на самом деле... Тут на самом деле надо снапать так, по-хорошему. По-хорошему надо снапать здесь. Потому что тут мы заберем. И тут мы тоже заберем. Он получит плюс 6. И плюс у нас... Плюс 4 получит Морбиус. А, у него еще будет Блумарвел, да? Ладно, я не снапаю. Он может... Если Блумарвел, то мы можем отлететь. Нет, нет, не сели. Окей, мы выиграли эту игру, друзья. Наконец-то выиграли. Ну вот как-то так. Вот я эту колоду именно за такое и люблю. Кайф. Могли бы уже две победы сделать, но, к сожалению, только одна пока что у нас. Окей, и третья игра. Так сказать, закрепить... Закрепить мнение о колоде и впечатление. Мнение и впечатление о колоде. Так, соперник у нас нормальный. Хорошо. Есть апок к корпусу. Окей, кидай Морбиуса и потом, скорее всего, к корпусу на третий. Да, Дракула, конечно, это плохо. Не хочется его потерять. Может, рискнем? Потому что гамбита, в принципе, можем и потерять. А с фарма хотим, и апок а хотим скинуть. Ну, блин, 50%, что Дракула отлетит у нас. 50% шанс. Хотя, давайте заберем все-таки попробуем десятку, я думаю. Надеюсь, что Дракула он не выпилит, да? То есть, 25% шанс, что мы обосремся, но 75%, что нет. И я думаю, надо играть. Но если выпили Дракула, это, конечно, будет эффект фейл. Хорош, сфарм. Окей, не апок, но сфарм тоже неплохо. Две пятерочки нам в руку. И патриота забрали. Слушайте, гамбит прям сыграл очень мощно в этой ситуации. Так. Четная стоимость это и нули, и там. Окей, но мы тогда скинем Дракулу, конечно же, чтобы не париться. Давайте, может, одного сфарма тоже скинем. Хотя, ладно, придержим. Чтоб не париться потом насчет того, что Корвуса можем скинуть Дракулу. Вот. На следующий ход может у нас и Корвус, в принципе, залететь. Если прям не вытащим что-то нормальное. Окей, патриота не смог скопировать, скопировал муравья. Нормально. Так. Блейд скинет Мунайт. Нам это не подходит. А Мунайт у нас скинет либо с фарма, либо аппока. Давайте сыграем. Раз, два, три, четыре, пять. Скидывает с фарма. Три, четыре. Будет шесть карт. То есть мы доберем. То есть и тут доберем. Окей. И давайте Блейды тоже сыграем. Почему бы и нет. То есть он получит за это две карты и за это две карты. Четыре. Да, у нас будет шесть карт в любом случае в руке. И мы еще одну вытянем. И хотим вытянуть, конечно же, Модока. Аппокрош. Идеально. И сейчас еще Блейд Аппок скинет. Да, вот это, конечно, кайф. Вот это, конечно, кайф. Так, что у него раздомит этот Брудов? Понятно. Вот это, конечно, я сейчас кайфанул. И Модок. Блин. Друзья, я так хочу снапнуть, но я боюсь его спугнуть. А хочу вам показать вообще всю прелесть того, что сейчас будет происходить. Сюда кидаем Модока. Хотя, блин, нам тут может не хватить по статам. Нам тут может не хватить по статам. Скорее всего, не хватит нам. Но тут и так мы на очень много сыграем. Нам тут хватит, скорее всего, одного Дракула. Хватит тогда рискнем. Сделаем так. Сделаем так. Сделаем так. Сюда нам и так не хватит, да? Шестнадцать плюс восемь, двадцать четыре. Двадцать четыре, двадцать девять. Еще нам пять статов надо будет. Пять статов. Модок даст. Раз, два. Хотя нам хватит на стык. Нам может хватить на стык. Давайте все-таки рискнем. Сделаем так. Я хочу рискнуть, плевать. Нам на стык вроде бы хватает. Если он не запает, то он дается. Три локи, друзья. Сюда. Тут плюс один, тут плюс один. Мы третье, мы там тотально уничтожили. Вот такая вот колода. Если бы я не облажался в первой игре, то было бы три из трех. И мне кажется, что это один из самых стабильных и интересных дискардов. Вот так вот, друзья. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Ну и увидимся. Заглядывайте на стримы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok